День веков хронограф 2 июля в 1916 году Владимир Ленин закончил свою книгу «Империализм. Как высшая стадия капитализма», в которой предсказал загнивание капиталистического общества и скорую победу всемирной социалистической революции. Революция, хотя и не всемирная, действительно произошла. Однако построенное в нашей стране общество развитого социализма загнило гораздо быстрее, чем его капиталистическое окружение. 2 июля 1919 году в ходе летнего наступления вооруженных сил Юга России под командованием Деникина части генерала Петра Врангеля захватили царицы. На следующий день Деникин подписал московскую директиву, в которой сформулировал конечную цель наступления – захват сердца России. Однако большие потери, понесенные Белой армией и разногласия в ее руководстве, помешали осуществлению этого плана. Уже через несколько месяцев начинается отступление Белой армии, которая переходит в бегство. Замена командующего Белым движением генерала Деникина на барона Врангеля положение не спасло. К концу 1920 года войска Белой армии были разгромлены на всех фронтах. 2 июля в 1937 году Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение об антисоветских элементах. В этом документе ЦК ВКПБ предложило всем секретарям областных краевых организаций и всем областным краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников. Это предпринималось для того, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны в порядке административного проведения их дел через стройки, а остальные переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. При этом партийным организациям предлагалось пятидневный срок представить в ЦК количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке. По мнению большинства историков, именно с этого постановления идет начало большого террора 30-х годов. Всего органами НКВД в нашей стране в 1937-38 годах было арестовано свыше полутора миллиона человек. Из них почти половина была расстреляна. 2 июля в 1940 году Верховное командование Вооруженных сил Германии приняло решение об осуществлении высадки десанта в Англии. Для этого был разработан план вторжения «Операция «Морской лев». Переправе через Ла-Манш» должно было предшествовать воздушное нападение на Великобританию с целью уничтожить английскую авиацию, объекты военной промышленности, порты и склады продовольствия. Командующий Воздушными силами Германии Герман Геринг обещал покончить с противовоздушной обороной Великобритании за 4 дня. Массированные налеты гитлеровской авиации с августа 1940 по май 1941 года не смогли сломить сопротивление англичан. И уже осенью 1940 года «Операция «Морской лев» была перенесена на весну-лето следующего года, когда предполагалось завершить войну против СССР. Но всем этим планам не суждено было сбыться. 2 июля 1942 году после 8-месячной осады гитлеровцы вошли в Севастополь. Осада Севастополя началась в октябре 1941 года. После провала попытки овладеть Севастополем сходу, немецко-фашистское командование осуществило три наступления на город. Первое началось в ноябре 1941 года. Второе – в декабре того же года. И третье – в июне 1942 года. В дни обороны жители города проявили ратный и трудовой героизм. Рабочие морского завода под обстрелом врага ремонтировали корабли. Создавали боевую технику днем и ночью, оборудовали два бронепоезда, построили и оснастили плавучую батарею номер 3, получившую название «Не тронь меня». Третья батарея прикрывала город от налетов фашистской авиации с моря. За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 тысяч солдат убитыми и ранеными. Вступившие в разрушенный город фашисты бесчинствовали в нем 22 месяца. Они уничтожили в анкерманских штольнях 3 тысячи женщин, стариков и детей. В Троицком туннеле более 400 рабочих. В середине июля 1942 года оккупанты согнали на стадион «Динамо» полторы тысячи жителей, а после ограбления издевательств расстреляли их. За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, сбросили со скал, утопили в море, насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев. 2 июля в 1944 году по приказу главного командующего Иосифа Сталина в Москве был дан салют войскам 3-го белорусского и 1-го белорусского фронтов, освободивших белорусские города – Вилейку, Красное, Столбцы, Городею и Несвиш. Москва салютовала своим воинам 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. 2 июля 1976 году Южный и Северный Вьетнам объединились в Социалистическую Республику Вьетнам. Этому событию предшествовала долгая гражданская война, продолжавшаяся почти 10 лет. На стороне Южного Вьетнама сражались американские войска. Северному Вьетнаму активно помогали СССР и Китай. По данным вьетнамской печати, авиация США совершила 100 тысяч вылетов. На территорию Северного Вьетнама было сброшено свыше 1 миллиона тонн бомб. Это больше, чем американская авиация сбросила на всех фронтах войны с Германией и Японией в период Второй мировой войны. Однако все это не сломило сопротивление вьетнамцев. В конце концов США вынуждены были пойти на мирные переговоры и вывести свои войска. Однако конфликт продолжался до тех пор, пока не пало проамериканское правительство Южного Вьетнама. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА